Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, Украина блещет креативом на планы по использованию ГТС после истечения контракта с Россией. Собирается прокачивать азербайджанский газ и водород, получать американский СПГ. Но расскажите, пожалуйста, готова ли сама Европа отказаться от транзита через Украину? Сколько зарабатывает Украина на транзите? И какие есть варианты продолжения транзита и каковы их перспективы? Вдруг нас посмотрит кто-то из администрации актера Владимира Зеленского и до него донесет простую мысль. Вот смотрите, когда Газпром прокачивает газ по территории Украины, он не зарабатывает на Украине. Это как бы Украина зарабатывает на этом газе, который она прокачивает через свою территорию. Тут надо заметить, что Украина с мая 2022 года не принимает заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию Сохрановка. Это 30-35 миллионов кубических метров газа в сутки. Газпром отправляет заявки, они отклоняют эти заявки. Неважно, по какой причине, вот это их персональное представление о прекрасном, что не надо вот здесь эти заявки принимать. Окей, хорошо, вы их не принимаете. Газпром при этом сократил оплату за транзит газа на ту сумму, которая эквивалентна объему прокачиваемому через ГИС Сохрановка. Если вспомнить структуру контракта, подписанного в конце 19-го года актером, тогда он другую должность занимал, ну не то, что сейчас. Так вот, теперь он опять актер, актером Владимиром Зеленским, который играет там какую-то роль. Я не очень слежу за его творчеством. Вы, если что, в комментариях напишите. Какую он там роль играет? Что-то такое очень очень помпезное масштабное. Говорят, он бросил политическую карьеру и теперь опять занимается актерской деятельностью. Что-то играет? Не знаю. Напишите. Так вот, он договаривался о подписании этого контракта. Контракт «Хозяйствующие субъекты», а именно Газпром и оператор газотранспортной системы с участием «Нафтогаза» Украины подписали контракт на транзит газа. Контракт. Фактически фиксировал плату за транзит газа через территорию Украины. И при этом в нем содержался пункт «качай или плати». Этот пункт закрывал некоторую недосказанность, которая позволила украинской стороне получить довольно немалые деньги с «Газпрома» за непрокачку газа по ее территории по предыдущему контракту. Мы говорили на эту тему. Были раньше ролики. Но вот тем, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что в конце десятых годов было судебное разбирательство между Украиной, ну, точнее, между «Нафтогазом» и «Газпромом», в рамках которого «Нафтогаз» требовал много миллиардов долларов. В итоге он миллиарды долларов получил, но там кратно меньше, чем планировал. И «Газпромом», который встречные иски выдвигал. Хорошо, раз вы требуете с нас много миллиардов долларов, мы выдвинем иск. Суть разбирательства была в следующем. По транзитному контракту «Газпром» должен был прокачивать там некоторые объемы, не суть важно, какие сейчас, некоторые объемы должен был прокачивать. Прокачивал меньше. Но при этом там не было прописано принципа «качай или плати». Но суд, точнее, старгонферский арбитраж встал на сторону «Нафтогаза» и сказал, ну, вы, да, вот, вы знаете, там написано, что вы должны были столько качать. Да, конечно, никакие санкционные нормы не прописывались в контракте. Все желающие, кстати, могут найти этот транзитный контракт, почитать его. Он в сети выложен, он открыто выложен в сеть. Вот, можно его почитать, можно найти там какие-то санкции, которые должны применяться на случай, если кто-то что-то не прокачивает. Ну, и после этого проверить данные утверждения. Так вот. А при этом там был принцип «бери или плати». То есть Украина обязалась брать определенные объемы газа, которые она не выбирала хронически. Ну, «Газпром» подал встречный иск, «Газпром» никогда не выдвигал претензий до того, как ему были выдвинуты претензии, мол, вы мало качаете «Газпром», тогда «а, окей, хорошо». Тогда вы не оплачивали по принципу «качай или плати». Стокгольмский арбитраж сказал. Ну, вы знаете, Украина в таком тяжелом экономическом положении, она вот не может вам оплатить, поэтому ай-яй-яй, мы как бы считаем, что она вам не должна. А вот вы ей должны. Тут мы приходим в день сегодняшний. То есть через Украину прокачивается газ, «Газпром» должен платить определенную сумму, он платит меньше, потому что Украина, нарушая контрактные обязательства, не принимает заявки по прокачке по одному из маршрутов, предусмотренных этим контрактом. В общем, идет вот такая, знаете, цивилизованная жизнь. Вот такое цивилизованное общение идет. А кто помнит фильм «Братва и кольцо», я думаю, все понимают, что там описывалось термином «цивилизованная жизнь». Так вот. И тут получается, что актер Владимир Зеленский заявляет, будто это Россия зарабатывает на Украине, прокачивает через нее газ. Ну, давайте представим себе ситуацию. Закончилось действие контракта. Ну, оно закончится в конце этого года. И Украина каким-то удивительным образом договаривается с Азербайджаном. Азербайджан удивительным образом находит свободные объемы газа вовсе не российского происхождения. Абсолютно не российского происхождения. Мы как-то на эту тему шутили в одном из предыдущих роликов. Вот. И начинает прокачивать этот газ через территорию Украины. Но прежде чем этот газ дойдет до территории Украины, Азербайджан должен будет зайти в зону действия «Газпромтрансгаз Махачкала». «Газпромтрансгаз Махачкала» прокачает этот газ, передаст своим соседям. Соседи докачают дальше. Передадут... Тут вот, кстати, интересно. Передадут кому? Возможно, даже «Газпромтрансгаз» в Москве передадут. И те уже прокачают газ дальше, подадут его в газотранспортную систему Украины. Угадайте, какая страна заработает до прокачки азербайджанского газа в сторону газотранспортной системы Украины? Я понимаю, актеру Владимиру Зеленскому может недосуг изучать географию. Может быть, он... Ну, в принципе, я понимаю, что он начинал учиться еще в советской школе, но им быстро поменяли учебники. Он в каком-то, наверное, классе в четвертом, в пятом учился, когда резко стали учебники менять. Может, он просто не в курсе был географии Советского Союза, хотя теоретически он мог еще захватить этот предмет. А география России его не очень интересовала. Может быть. География Азербайджана не очень интересовала. Может быть. Но вот если вдруг кто-то из приближенных актеров Владимира Зеленского вот это посмотрит, вы передайте ему, пожалуйста, что для того, чтобы подать газ из Азербайджана в газотранспортную систему Украины, надо заплатить денег России. Вот если он очень переживает, что Россия зарабатывает на каких-то объемах, которые прокачиваются через территорию Украины... Ну, не на Украине зарабатывает, дорогие друзья, а продавая этот газ, то Россия продолжит зарабатывать. Если даже вы будете через ее территорию в свою сторону качать азербайджанский газ, который потом прокачаете в сторону Европейского Союза. Это первый момент. Момент второй. Представим себе опять же, что все прекратилось действие контракта, но дальше что? А дальше вступает в силу соглашения, которая есть между Газпромом и его покупателями в Венгрии, об увеличении поставок газа через турецкий маршрут. Там есть свободные мощности порядка пяти, оценочно, порядка пяти миллиардов кубических метров. В зависимости от того, какой год и какой период мы будем брать, там будет где-то 5-10 миллиардов кубов свободных в турецком маршруте. Ну и вот часть этих объемов, порядка 4-4,5 миллиардов кубов, будут прокачиваться в сторону Венгрии. Уже в сторону Венгрии через территорию Турции прокачиваются сопоставимые объемы. То есть где-то тоже 4,5 миллиардов кубов. Но этот объем увеличится. То есть 100% того объема, который Венгрия покупает у России, будет прокачиваться через турецкий маршрут, если поставки через Украину прервутся. То есть те уважаемые господа, которые в том числе бегают в комментариях под этими видео, которые прибегают ко мне в социальные сети. Кстати, подписывайтесь на телеграмме, нефтегазовая игра в Дзене, нефтегазовая игра. В общем, подписывайтесь везде, дорогие друзья. Вот иногда ко мне, например, приходят люди и начинают говорить, ой, да что вы там рассказываете? Вот скоро поставки российского газа вообще прекратятся. Там и судебные разбирательства есть, и вообще Европа отказывается от этого газа и прочее, прочее, прочее. Вот транзит через Украину прекратится, и тогда на эти объемы, объемы порядка 12 миллиардов кубов сократятся в год, сократятся поставки российского газа. Но эти люди не учитывают, что есть соглашение об увеличении прокачки по турецкому маршруту. Окей. Вот теперь вы, в отличие от этих людей, в курсе этого соглашения, ну, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Все это означает, что даже если контракт прекратится, поставки через Украину прекратятся, в каком бы виде это не происходило, прекратятся, то объемы, которые сейчас через Украину прокачиваются, не перестанут идти. Да, они сократятся, но часть этих объемов будет просто переброшена на другой маршрут. В данном случае часть этого объема будет прокачиваться через турецкий поток и дальше через Балканы, ну, например, венгерским покупателям. Это не считая тех объемов, которые уже прокачиваются вот в сторону европейских покупателей через турецкий маршрут. А сколько это? А это порядка 300-350 миллионов кубических метров газа в неделю. То есть сейчас через Украину и через турецкий маршрут в Европейский Союз поступает примерно одинаковый объем газа. И если мы посмотрим на итоги первого полугодия, то за первое полугодие более 15 миллиардов кубов было прокачано через Украину и через турецкий поток в сторону покупателей в Европейском Союзе. То есть не вообще на зарубежных рынках, а только покупателям в Европейском Союзе. Это для понимания больше, чем было прокачано за аналогичный период прошлого года, за аналогичный период прошлого года, то есть за первые шесть месяцев, было прокачано порядка 11-12 миллиардов кубов. Да, разумеется, разница не поражает воображению, но тем не менее мы видим, что поставки увеличиваются. А это является отражением довольно банального процесса. Частичного восстановления спроса на газ у ряда покупателей. И эти покупатели начинают увеличивать закупки конкретно у Газпрома. При том, что мы наблюдаем рост импорта из России при сокращении импорта вообще. То есть импорт вообще в Европейский Союз за прошедшие полгода снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а импорт из России увеличился, потому что доступность сближенного природного газа ввиду возвращения азиатско-тихоокеанским регионам статуса премиального рынка начинает сказываться на рынке европейском. Ну то есть Европа не готова соревноваться с азиатско-тихоокеанским регионом путем увеличения цен для того, чтобы переманивать к себе какие-то объемы газа. Нет у нее такой возможности сейчас. А если ценовая война вновь начнется, ну это просто приведет к тому, что ускорится сокращение спроса на газ. Сейчас происходит частичное восстановление спроса в Европейском Союзе в промышленном сегменте. Частичное восстановление снизилось потребление в электроэнергетике, ну и снизилось потребление в коммунально-бытовой сфере. Ну то есть у домохозяйств. Вот. Для того, чтобы полностью заместить поставки из России, должны откуда-то прийти... А, чтобы заместить поставки из России в тех объемах, которые поставлялись до 22-го, а точнее до второй половины 21-го года, необходимо, чтобы в Европу откуда-то пришли еще миллиардов 70 кубических метров, а лучше 100 миллиардов кубических метров газа. Вот если они придут, ну можно будет сказать, вы знаете, да, Европа заместила поставки из России. А если европейские потребители все-таки будут восстанавливать спрос на газ, а соответствующие планы есть. Другое дело, что они могут не осуществиться, но это другое дело. Если они будут восстанавливать спрос на газ, тогда, дорогие друзья, вот эти все рассказы о том, что, ой, не нужен российский газ, не надо его качать через Украину, а да мы где-нибудь купим, да? А чего ж импорт падает, а из России импорт растет в 24-м году? Как так получилось? Чем вы заместили? Давайте узнаем, чем они заместили, и потом будем уже серьезно разбирать вот эти тезисы про то, что, ой, можно прекратить поставки, и все будет хорошо. Я полагаю, точнее как, я надеюсь, что стороны договорятся в итоге. Вы можете возражать в комментариях по этому поводу, что вот лично вы против того, чтобы стороны договаривались. Это ваше право. Более того, мы будем приветствовать, если вы уже побежали в комментарии и об этом написали. Мы прям аплодируем. Мы вообще очень любим, когда побольше комментариев. Вот. Ну, а если вы согласны, если вам понравилось все, что вы услышали, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», подпишитесь на телеграм-канал «Инфотек», ну и подпишитесь на все, на то, о чем сейчас скажет Максим. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на «Геоэнергетик.Инфо», «Зене» в телеграме, на ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному видео и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту в условиях лишения монетизации на ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok